Ох, такая супер-красотка. Попточку, попточку сейчас наедаю. Ну что, Стаса Михайлову пока покушаем. Звучит музыка. Сан-Доминго Роял, Сан-Доминго Роял. Немножко сухих сливочек. Немножко сухих сливок. Немножко сухих сливочек. 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 Я этим кофе с молоком. Еще я такой сухой завстречек. На самом деле, чтобы он не был таким. В общем, это как однажды мужчина у меня в магазине скрашивал. Жестковато. Ну как вы хотели. Это же такой завтрак. Еще немножко сахарного песочка. Сейчас салман. Сейчас сахарного песочка. И уже как-то нужно все. Потому что уже хочется кушать. Уже хватит вот этого прикрытия. Не знаю, даже я в принципе. Или пончо-пончо утеплиться. Тут два варианта есть. Хотя салмана утеплиться в шляпу с пончо. Или мне нужно закрыть окно. А хотя салмана такая еще гулять. Знаете, ты мой такой гранд-ресторан. Ла-кафе де бьюти, на белконе. Здесь тоже. Где ты пончо надей? Немножко так и прохладненько. Или так. В общем, пончо надену. Пончо, да? Сейчас сахарного песочка. Немножко надену пончо. Вообще сахарный песочек нужно конечно таки специальные штучки. А мне знаете, как куплю этот песок. Так вот в этих штуках они и есть. Нужно конечно специальные. Знаете, такие. Для сахарного песка. Знаете, это бывает. Для сахарного песка специальные воды. А у меня знаете, куплю как она в пакетиках. Так и лежит в пакетах. Пользуюсь. Я, знаете, а люди раскладываю. Знаете, по каким-то красивым баночкам. Мне некогда этим заниматься. Фигнёй всякой. Маяцкой, да? Вот это вот. Маяцкой фигнёй. Вот это вот. Работать дом работницы. Короче. Поработаем ещё. Вот это вот. Короче. Вот это разложим. Это ещё по баночкам. Вот это чтобы было красиво. Ну и шанси. Антэ. Понимаете. Ну и шанси. Антэ. Главное, за фактором что? Это благодарность. Пьём пончо. Пончо я утеплилась. Шляпу. Там помада. Будем эту шляпу надевать. Ну в общем, Дима, Дима, а что это было? Это была сказкотерапия. Так что вот. Это специально для Димы. С Димой вчера и Гормом переписывались. Это сказкотерапия. Одеваешь шляпку, готовишь завтрак и говоришь. А, мужчина. Мужчина таким столиком просил вам передать бутылку шампанского в подарок. Подарок это белый на Мальдивах. А бутылка шампанского это бутылка шампанского. Это из одного всех. Образ в этих пончо-пончо вам расскажут из фильма Широ Холмс. Сейчас я вам расскажу про этот образ шикарной Дивы. Шикарной Дивы. Тоже мечтаю о таком доме. Мечтаю быть этой актрисой. Но больше то, что актриса, знаете, как о каком шикарном доме она там. Такая достала, музицирует. На прогулочку такая вся, как в супертеатре. Знаете, вот такая в шляпе. В мехах она поехала на прогулочку. Она так на прогулочку ездила. Там она поехала на замуж выходить. А так вообще, понимаете, музицирует. Поздно встала, музицирует. Ходит по своему шикарному особняку. Там, знаю, там, две тысячи, наверное, квадратных метров. Там это прислуга-прислуга. Вот это все. Так что вот. И там не надо. Там вот это все готово. У меня это самое главное. У тебя вот это вот нарядить, наодеть. Ты уже все готова. Уже замкточек уже подать. Понимаете, в таких домах. А не то, что, знаете, вот это вот хренотень. Сама, знаете, вот это все помой. Знаете, сначала все это обстановочку сделай. Вот это вот все это организуй. Потом все это приготовь. Потом все это засними. Еще сама я заснимаю. Потом все это помой. Так что вот. Труст полы. В общем, ну вы поняли, да? Ну ладно. Не будем отвлекаться. Здесь я уже, что, кусочком вот это. Пока я поставлю на эту капусту. Ладно, здесь пока ставлю. Надо большую цепочку. Сейчас я вам покажу. Завтрак. Завтрак на миллиард. Кофе на миллиард. Завтрак на миллиард. Завтрак на миллиард. С Татьяной Салманной, Мастом Сайфа, Джинь. Нектарин. Бананчик. Видно, вот здесь бананчик. Такой завтрак. Такой кусочек. Кофе. Оксан Доминго Роял. Кофе со сливками. Ну что. Поближе, поближе сейчас поставлю. Сейчас я Салмановна вам все это расскажет. Ну и даже не знаю. Здесь такое не то, что я с... Ну в рамках все-таки кофе. Как-то у меня передача такая вот. Кофе на миллиард. Ну да. Сейчас я поближе еще поставлю. А, еще нужны эти вафли-вафли. Еще вафли-вафли. Конфетки. Вафли. В общем, Татьяна Салмановна, давайте уже ближе кушать. Уже хочется. Вот это сколько где-то можно ходить-ходить. Картину. Так, картину не хочу. А, еще картину подвинуть надо. Ну это конечно, да. Ну да. Еще картину подвинуть надо. Может еще что подвинуть. Татьяна Салманна, уже хочется есть. Знаете, еще картину там. А вообще шиндальеру. Ну да. Еще надо шиндальеру либо краунда принести. Вот это да. Это вот это вот. Загринеть сразу. Загринеть. Да. Вот это вот. Еще вот эту шиндальеру вот сюда это подвинуть. Сейчас будем вот это вот возиться. Ох ты, то он как шикарно встал. Да. Сейчас я этим стульчиком. А. Просто вот это вот. Еще сюда что-нибудь заповедить красивенькое. Ну да. Сейчас будем вот это возить. Тоже кушать хочется. Нет. Сейчас будем возиться вот это вот. Сейчас будем смотреть, как это будет. Еще цвет сейчас будем выставлять. Сейчас еще ручки Татьяна Салмана помоет. Ах, да. Вот это вот ну да. Ах, теперь масло такое отстало и лоп, и лоп. Ах, ну да. Я такая побежала уже на Мальдина. Ах, ну там Гресса. Гресса на Мальдина. Где там моя это золотая карточка. Ах, заготовки. Сделать на зиму заготовки. Прикупить себе несколько шут. Ну, прикупить несколько шут. Ну, это как в Парижах. Понимаете, шляпка. Ах, такие Парижи, Парижи. А это что Татьяна Салмана показывает, что тема такие видео. Сейчас я снимала вот это. Шляпка. Вот это наверх. Все, Татьяна Салмана, хватит вот это вот. Хочется уже кушать. Это же не постановочные кадры. Это же я кушаю, понимаете. Это мой такой, сколько уже времени, понимаете. Это уже сейчас Татьяна Салмана вам скажет, сколько времени. Я уже давно, вот час назад покушала. А со съемкой, понимаете, это же не постановочные, понимаете. Не то, что в фильмах. Это не то, что фильмы снимают. Там, знаете, они же чисто символические. Там, это кофе, это же фильмы. Ну, вот. Я, конечно, хочу быть великой актрисой. Но я, понимаете, я же кушаю. Это мой завтрак. Ну, вернее, такой ланчи. Ланчи-бранчи. А, теперь кофе остыл. Теперь нужно кофе добавить. Теперь нужно еще горяченького добавить. Ну, да. Сейчас еще надо подогреть. В общем, вот это вот. Так. Ну, просто красотень. Я утеплила. Так, в принципе. А самое главное – благодарность. за шикарный завтрак. За шикарную обстановку. Вообще, как советуют и Энтони Робинсон, и Наталья Правдина. Так что вот. А как там? Я смотрела вчера этот видеосеминар. Как же она сказала, у нее дневник чудес или какой-то такой волшебный дневник у Натальи Борисовны Правдиной. представляет она, что у нее там вот исполнилось, визуализировалось, она там записывает. Все, 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 все. Сейчас все залпеточки. Я просто вам сейчас расскажу вообще, что за чайки, почему вообще являют автором уникальной методики Ториана. Понимаете? Я, конечно, занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года по настоящее время. Вот. Кстати, в науку жизни, в искусство наука жизни входит также еще и сказкотерапия. Сказкотерапия. Вот. Вот здесь получается все. Вы знаете, и запиарить себя, а также, понимаете, в рамках моего Life Journal, потому что, если вы обратили внимание, мною загружено около семи тысяч видео на два моих канала ютуба. Татьяна Салмана Мактууса и Худин на русском, на английском языке. Я. На каждом видео я. Вот. А там более чем 350 видео, это уже в рамках творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Это уже, знаете, вот это вот, на этом общем Life Journal, у меня можно посмотреть, но, знаете, как я говорю, everyday life. Так что вот. Там огромные видео. То есть я сейчас такие не заснимаю. Сейчас у меня такие целенаправленная вообще тематика. Вот. Искусство жизни. Так что вот. А вообще, просто я вам хочу рассказать немножко. Татьяна Салмана, давайте ближе к завтраку. Вот это вот рассказать. Понимаете, сейчас сел, хочется кушать. На самом деле кофе. Понимаете, здесь совместить. Здесь еще помимо позитивного мышления, помимо знаний, понимаете, еще читаю отрывки из книг о моей библиотеке. Позитивное мышление смежной науки. Здесь я все эти все совмещаю. Помимо этого, еще как бы, понимаете, а, еще Татьяна Салмана занимается актерским мастерством по YouTube. Так что вот. То видео не заснялось. Так что вот. Татьяна Салмана до сих пор вам это изобразить не может. А вот этим Салмана на времени не было подумать. Это видео не заснялось. Я просто представила. Понимаете, я ищу спонсора для съемки. Я пишу сценарий для фильмов. Агент 007. Бабшука Марпл идет расследование. Кошки. Говорящие. Дом волшебный. Другие фильмы. Вот. В том числе и Фантастика. В общем. Вот это вот. Пелевин. Пелевин с этой книжкой целлофания отдыхает. Вместе с Чумакомой. В общем. Как его там. Кашпировским. В общем. Различные проекты. Различные проекты. Смысл в чем. Я дала тогда рекламу. И показала мужчину. Улыбку счастья. Из актерского мастерства. Мужчина показывает. Как сделать улыбку счастья. Вот. А я хочу так заснимать все мои видео. С улыбкой счастья. Вы поняли, да? И то видео, которое я там заснимала на моем балконе. Я себе вот так вот говорила. Ну. Затя Салмана, представьте. Нашлись спонсоры. Нашлись люди. Пожалуйста. Деньги под фильмы. Они вам говорят. Будьте любезны. Вот. Изобразите. Поскольку вы говорите. Вот. Специалист в области позитивной психологии. Пожалуйста. Изобразите нам счастье, радость. Вот эту улыбку. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо на камеру. Прямо какой-то текст. Какой-то текст. Какой-то там отрывок. Все что угодно. С позитивом. Вот так вот. Чтобы нас вот это замотивировать. Таким позитивом. Вот этой улыбкой. Понимаете. Как этой. Ну. Знаете. Изобразите вот это вот. Как вот это. Габриэла. Габриэла Ислера стала вот этой мисс вселенной. Изобразите нам, пожалуйста. Вот эту улыбку. Во весь род. Вот это счастье. Вот это вот. Скажите нам. И будет вам финансирование. Будут вам деньги по этот фильм. Будете там в фильме играть. Вот актрису. Будете там преподавать. Как вы и мечтаете. Вы же хотите. Диплом ГИТИСа. Прямо это вот это. Вы же сказали. Двадцать тысяч видео вы сняли. Я такая сидела. Сидела на моем балконе. Десять минут сидела. Про видео. Не десняла. Полчаса наверное там. Минут двадцать себе уговаривала. Нет. Я просто представила. Немножко. Немножко смоделировала такую ситуацию. Понимаете. Это вот такая. Ты приходишь. Там люди. Там. Какая то вот это вот. Люди. Которые. Они просто. Я же сама заснимаю себя. У меня большой опыт. Я заснимаю сама себя. На мой ноутбук. Здесь никого нет. Кроме меня. Еще таким образом. Я себя развлекала. Знаете. Как это в одной из всех. Они говорят. Хобби. Есть ли у нас хобби. У них хобби. Знаете. Увеличивать. Уменьшать. Увеличивать. Так что такое. Знаете. Вот это вот. Вот такое. Знаете. Такое. Комедийное. Комедийное. У кого что. Кто там вот это вот. У кого-то кафе. Кто-то там вот книгу пишет. Понимаете. Такое хобби. Уменьшать такое увлечение. Заснимать себя на видеокамеру. Красиво. Вы поняли. Да. Учиться актерскому мастерству. Это входит в части. А в части. Кстати. Очень. Большой. Так скажем. Вот это. Вот эту часть. Вот этой. Вот этой. Методики. Ториана. Заснять себя. Вот. Послушать. Как вообще голос звучит. Поработать со своей. Со своей. Вы знаете. Вот. Как ты выглядишь на видеокамеру. Не знаю. Не загружая. Например. Там куда-то. Это не. Понимаете. Как говорится. Это не надо. Надо. То есть. Смысл в том. Что. Заснять себя. И посмотреть. И работать над собой. Но в режиме. Вот. Видеосъемки. Чтобы посмотреть. Как ты выглядишь. Как ты говоришь. Как у тебя мышца. Понимаете. Вот это. Как мышца лица. Знаете. Ну. Поучиться. Немножко. Актерского мастерства. Чтобы не было. Чтобы не было. Зажато. Знаете. Вот это лицо. Чтобы. Правильная речь. Ну. В смысле того. Чтобы красиво говорить. Чтобы. Уметь красиво говорить. Чтобы. Понимаете. Вот. Представить себя. Если надо. И. Я не знаю. Кто. Чем занимается. Понимаете. Это же. Понимаете. Если как-то. Универсально. Об этом. Сказать. Умейте. Себе. Сказать. Вы. Поняли. Всем. Давайте. Ближе. К завтраку. Да. Может. Сейчас. Все. Не расскажешь. Вот. Прямо. А. Возможно. Это. Работать. Огромные. Деньги. У кого. Ну. Какие-то. Ладно. Значит. Петь. Не в короводке. А вот так. На видеокамеру. Посмотреть. Ну. Кто. Что. Кто. Там. У меня. Преподает. Какой-то язык. Сделать. Себе. Презентацию. Что. Преподаешь. Там. Найти. Учеников. Сделать. Красивую. Презентацию. Знаешь. Какой-то. Там. Японский. В общем. Сделать. Себе. Красивый. Видеоролик. Красиво. Дать. Себе. Рекламу. Показать. Вы. Понимаете. У нас. Да. Идею. Показать. Идею. Татьяна. Соломановна. Очень деликатно. Обходит. Тему. Понимаете. Есть. Все. Различные. люди. Различные. Вот. Это. У меня. Например. Диагноз. Меопатия. В 1997. Я. Просто. К еде. Не буду. Здесь люди, которые очень много времени проводят дома. Тем более, знаете, вот этот вот, кто-то там, карантин, понимаете, как там вот это вот. В прошлом году, сейчас я не знаю, я даже новости не смотрю, я даже не интересуюсь. Когда возникла такая ситуация, люди огромное количество времени проводили дома, уникальное возможность, ну, я не знаю, у всех разные ситуации, у кого-то супер шикарные дома, супер шикарные кухни. Ну, в принципе, здесь интерьер можно, как бы, знаете, вот, я просто чего, почему говорю? Огромное количество времени, тайм, проводишь, ну, в принципе, если, знаете, дома, там, готовишь себе завтрак, обед, ужин. Кто-то там любит, готовит, кто может красивые блюда, как он это все готовит, как это получается, красиво это засняет, рассказать об этом красиво. Вы поняли, да, тем самым стать каким-то таким блогером, типа, фут, такой вот этот, вот, как-то вот это. Это как одна из идей. Потому что никто скажет, а, чего там, я, не вот это попить, я не пою, какая же там актриса, и, в общем, какие книжки, я даже, вот это кому будет интересно, может, кто-то там, какой-то математикой, там, физикой, ну, кому будет интересно, из чего будут книжки по физике читать. Но приготовление еды, красиво, какие-то вот эти блюда, и вообще красиво оформить, это, понимаете, вот, пожалуйста. Кто увлекается каким-то творчеством картины, роспись чего-то, там, не знаю, там эти, как-то называется, не знаю. Роспись стен красиво. Вот, на, вот, как сделать ремонт своими силами, если ты умеешь художник. Вот белые стены, понимаете, я, знаете, у меня тоже, знаете, такое под старину, знаете, за винишин, за винишин. А люди могут очень красоту на этих стенах такую нарисовать во всей квартире, что просто, ну, вы поняли, да у кого какие-то таланты, или научиться вот этому, какие-то вот эти вот трапареты сделать, красиво сделать стены. За счет этого будет очень оригинальная вообще, как говорится, квартира. Кто увлекается позитивным мышлением? Тони Робинсом, Натальей Правдиной, которая говорит вот этот-то, денежный душ, карта сокровищ. Поэтому, знаете, я вот, как-то, вот, позитивное мышление, смежные науки, искусство жизни. Один из проектов кофе на миллиард. Смотрите о миллиардеров по ютубу, смотрите красивые яхты, самые дорогие, не знаю, десерты, самые дорогие рестораны. Приготовить себе завтрак, приготовить себе кофе. Я же не говорю, знаете, я купила самый дорогой кофе. Ох, это как в супер-бутике, в супер-магазине купила самый дорогой кофе. Я же вам сказала, 70 с чем-то рублей, 75 рублей в магазинчике семи шагов. То есть, нужно примерно понимать, что это вам не показывают, вам не показывают рублевку, вам не показывают вот это вот, вы, наверное, сечете вот эту идею. Что если я сказала, вот, магазинчик семи шагов, 75 рублей, то есть вы поняли, да, что вам не показывают рублевку, вам не показывают дом на рублевке, где живут вот эти вот, вот эта вот еда и вот эти вот разговоры, сначала проживать надо, а потом вообще говори, поэтому я когда заснимаю, это хочется, понимаете, сейчас у тебя в голове, вот это хочется сказать, вот это сказать, я прям вот это вот хочется сказать, в том числе хочется и покушать, ну вы поняли, да, все это вместе, как обычно, и все быстрее, поэтому в основном я вот этот кофе на миллиард, я заснимаю вот там вот, показываю себя, что я кушаю, показываю интерьеры, показываю мой компьютер, там что-то такое показываю, пока я кушаю, вы поняли, да, просто здесь я решила, что себя в крупном плане, потому что там, получается, я заснимаю очень красивую мою обстановку, видя на компьютере, показываю лучшие десерты там и так далее, потому что я сейчас буду кушать, я буду молчать, когда это замолчание, и вот это смотрим внутрь, понимаете, вот это вот, вы поняли, да, поэтому в принципе я это передам, что-то снимаю в таком режиме, не себя вот это вот так вот, я ставлю, понимаете, когда кушаю, кушаю и ставлю видео, ставлю видео, там показывают видео, и заодно здесь, в общем, и получается у меня вот это видео, но зато не себя крупным планом, здесь зато вот себя, здесь зато совершенно другой вот этот вот вид. Просто все, что я хотела сказать до вот этого, до, как говорится, 5 минут назад, уже все, френд, это уже все, улетело, у меня мысль идет со скоростью цвета, то есть я бы хотела сравнить, вот это рассказать, там, рублевка, вот это, то есть провести параллели, у меня мысль шла, в общем, как-то вот это, я хотела все быстренько сказать, потом я поняла, что нужно кушать, и потому что мы выплыли, да, и все, что я хотела вам сказать 5 минут назад, оно все, оно уже улетело, поэтому иногда я говорю очень так достаточно быстро, чтобы сказать вот эту вот, вот такая идея, понимаете, вот эта мысль, вот эта идея сопоставить, что-то профилософствовать, потому что, ну, вот как-то вот так, потому что я это не записываю, не готовлюсь, мне даже, если текст, я хочу быть, кошки кричат, что там у нас кошки кричат, я даже не поняла, потому что вот там текст, текст у меня, конечно, написан, но я, естественно говоря, вот если мне дать вот этот текст какой-нибудь, и сказать, скажите вот этот текст, ну, даже как, или даже о позитивном мышлении, что-то вот такое вот, дать мне 4 страницы текста, в этом, конечно, вообще, честно говоря, такая экспромт-экспромт, так что вот, такая очень оригинальная в этом смысле, буду я с этим текстом морочиться, честно говоря, не знаю, скажу я его или нет, только зачитать его с этого текста, это да, а вот так вот воспроизвести, скорее всего, вот эти Асфалманы, знаете, посмотрят на этот текст, если он как-то о позитивном мышлении, о чем-то таком, о знакомом, тем Асфалмана отдаст этот текст, скажет, короче, берите текст, сейчас я вам сама скажу все, пишите вот, я только так могу засниматься, вы поняли, да? Тем более это получается натурально, а с этим текстом буду морочиться, понимаете, и, честно говоря, может быть, даже не как-то наигранно будет, вот, ну, все по-разному, понимаете, как-то вот это по-разному, так что мысли, мысли, она там ушла, вы поняли, да? Хотела сопоставить вот это, вот это, сравнить, а сейчас уже, потом я думаю, нет, все, сейчас я покушаю, потом скажу, а потом оно все, я иногда продумываю утром, когда проступаю, знаете, как говорят, подсознание, вот это вот утром, у меня иногда утром идет такая вот эта информация, думаю, вот это вот, вот у меня, дайте, такая прям эта вот, мне назад было прям такой текст прям начну код на полчаса текста для моей программы прям в голове прям по тематике искусство жизни а вот этот методика тариана я не знаю надо было скорее хватать я в америке как дело до книжку писала вот сразу хватать на ручку бумагу все записывать я не сделала и все я на текст честно говоря не помню хотела великолепно судя по всему это какой-то знаете как вот это не только как говорится и какие-то стихи какие-то знаете вот эти вот мы знаю как-то март вен какие истории там книжки с продолжением это что такое уникальное что я этим очень много это об этом много читала и очень много книг на эту тему изучал великих богатых три минуты назад татьяна салмановна уже знала что я скажу следующее у меня было целое целый в голове я продумала что я буду за этим говорить буквально до этого текста который сказал только что и все я как же сейчас помню о чем там речь была очень интересно правда а а а а а а и Продолжение следует... 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 Ну, как я слушала вчера, просматривала видео, и правда Она сказала, что денежный цвет, денежный, 2021 года, красный, вот красный цвет, вот такие вот дела Ну, вы понимаете, если вы так бедны, она говорит, вот, знаете, денежный цвет красный, купите себе красный кошелек Ну, просто если вы так бедны, что вы живете даже без ёршика для унитаза Вы думаете, на какие деньги вам купить ёршик для унитаза, и вообще продукты То вам явно не до красного кошелька в 2021 году, уже точно Не ваш уровень Так что вот Другое дело, может быть, у вас там есть красный кошелек, он как-то, знаете, у вас там завалялся, или как бы просто вот это, ну, как бы знает А так, если вы не можете купить себе ни зеркала Багуа, ни китайских монеток, ни талисманов Фэншу, ничего Даже денег у вас на ремонт нет, чтобы там немножко подкрасить полкраской или ванну Может ли это к вам как-то относиться? Прикупите еще коровку, там еще какие-то талисманчики, в этом году вот это вот надо Может ли это к вам как-то относиться? Если вы ели, наскрипаете денег на еду К вам это никак не относится Это совершенно разные уровни Это как Татьяна Черниговская говорила Книжка, вы поняли, да? Вот очень я люблю Татьяну Черниговскую слушать Книжка, смотрите, книга на китайском языке Для большей части людей, которые живут в Российской Федерации, книжка на китайском языке, кто не владеет китайским языком Это просто, знаете, как кирпич, в общем, в принципе, совершенно ненужная какая-то вот эта Ну, может быть, конечно, какая-то историческая, она может представлять какую-то ценность, да? Вот это вот Это мы не берем вот это вот Может быть, знаете, какая-то вот эта вот Ну, в смысле, с чего-то там такое Она сама по себе вне зависимости от языка Но если это просто какая-то обычная Что-то такое обычное на каком-то там китайском языке А вы китайского не знаете Смысл в том, что тот человек, который Та же книжка на русском языке Для людей, которые живут в Российской Федерации, владеют, могут прочитать Это книга Это там какие-то знания, не знаю, там какой-то науки Книга на китайском языке Это просто, ну, я не знаю, ее можно вот использовать Вы поняли, да? Ну, я не знаю, я знаю, я знаю, я знаю Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю Еще я хотела сказать Я просто не знала, знаете, как бы Я все-то подумала И вот показываю, показывала Михаил Маратовича признана Понимаете, наверное, все-таки моя программа Вот эта кофе-намелиация Она, в принципе, вообще для какого-то узкого круга Потому что, если, например, вы это как-то решили посмотреть И относитесь Я вот просто конкретно ему говорю То есть это вот как-то смотреть, если вы нормально относитесь Я с позитивом, я это показываю с позитивом Если вы, например, негативно относитесь и плохо думаете То это вообще не для вас Вам смотреть не надо Здесь это вызывает негативные мысли Вы там завидуете, думаете Вот там кто-то на миллиардах, а у вас нифига нету То вам это, в принципе, бессмысленно смотреть Это только, знаете, расстройство, негативные эмоции Это вообще не для вас Вам нужно что-нибудь другое смотреть Здесь смысл такой смотреть на красивые, красивые яхты Дорогие блюда Шикарные рестораны В смысле впитывать их, как по Джону Кеха, по Наталье Правдиной Это своего рода, я же там писала Своего рода такая карта желаний, карта сокровищ Смотреть на красивое Смотреть на красивое, на супер богатых людей Вот А еще очень интересно В общем, интересная вчера информация Я такую тоже подумала Посмотрела Как, знаете, вот советуют иметь наличные Не карточку, не... Ну, кредитная карточка, это вообще, говорят, забыть надо Дебетная, дебетная карта Вот, чем отличается дебетная карта от наличных денег Если даже представить Я подумала, ну хорошо, а если на компьютере смотреть Тоже, смотрите, отличается А по-попробуйте посмотреть Если просто вот карточка, да, карточка Кредитная Смотришь на кредитную карточку И смотришь на огромное количество долларов, валюты Энергетика вообще какая Хотя на этой карточке может быть больше денег Чем вот показано вот это А все-таки, все-таки этот кэш Это более впечатляет Поэтому, поэтому Советуют вообще, знаете, вот Иметь наличные деньги И, в общем, как-то меньше пользоваться вот этими карточками Вот правильно я поняла Вот я даже где-то записала эту фразу Наталья Правда Она сказала, что Наличные деньги Это энергия денег Они обладают энергией денег А вот там Кредитная вот эта вот карточка Нет Надо у меня там посмотреть в моих записах Я сразу провела параллель и представила Что, понимаете, вот это Если об энергии денег говорить Одно дело В кошелек положили много денег Наличные Другое дело Просто карточка Даже если там вот это Ну да, провели карточкой Там купили покупки В общем, карточка, покупки А здесь наличные деньги Ну что, еще нужно Сейчас я налю еще себе кофейко Мескапе Я же налю кофейко-мескапе Еще чуть-чуть Так, много не надо Немножко 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 сливочек И подогрею В общем, эту икру пока в холодильник поставлю В общем, подогреется Чаек Вернее Чайничек Подогреется чайничек А вообще Вчера целый день Я смотрела фильм, сериал Уже второй раз Я редко смотрю сериал Да еще по два раза Целый день я смотрела 15 серий Да, посмотрела Ох, Татьяна Салмана Как даст 15 серий 15 серий Между нами девочками Вот Я уже смотрела часть серий И вчера тоже посмотрела 15 серий Представляете Татьяна Салмана А чем вы вчера занимались? Я вообще так и там Между завтраком, обедом и ужином На моей шикарной королевской кровати Смотрела между нами девочками 15 серий Так что вот Потому что Вот Вот эта Ирайда Степановна На самом деле Вот как она На самом деле Вот Смотрю игру актеров Первый раз я просто смотрела А сейчас, знаете Вот смотрю с точки зрения Вот там Быть актрисой Как они играют Вот как Потому что Вот эта героиня Ирайда Степановна Она в общем Очень такая Ну я об этом уже рассказывала Вот Она такая Персонаж Очень интересный Очень удивительный Вот Такой образ у нее Так что Ярд Талманова Может пересказать Все 15 серий Так что Вы готовьтесь Все 15 серий Ну не все там 15 Понимаете Вот Как она пришла Знаете Вот такая вот шляпка Такая Знаете Вот эта вот Семьян Такая на себя Вот эта вот Такая она вся Вы поняли Да Это шляпка Еще какие-то цветы Там Такая вообще Очень отличалась Она даже знаете Вот это в министерство В Москву поехала Деньги выбивает Вы знаете Вы знаете Такая просто Удивительно Знаете Какая-то Прям клумба На голове Прямо шляпка С цветами Такая Она вся такая Яркая Шляпка Одна В общем Цветы Вот это на шляпке Пиджак Одного цвета Потом это Такое в общем Как там Приталенная Юбка Длинная Там другого цвета В общем Такая вся Вот эта вот Сумочка Ну такая Прямо Кэри Брэдшоу Вот это вот Отдыхает Такая тетенька На пенсии Вот В это министерство И в общем Так это пришло Куда-куда Я вот это вот Прямо знаете Вот это сразу Там Куда-то там Где там Что-то Он такой спрашивал Что-то не помню По тексту Так секретарше Там Потому что Это министерство В общем Деньги ей надо Для своего Юбилея В Тетюшево Для филармонии Вот Ну вот Сразу Куда-то там По кабинетам Сразу Куда-то там Вот это вот И так Знаете Что-то там В коридоре Там эта секретарша Она говорит Женщина Женщина Вы куда Она говорит А вот По поводу Юбилея Филармонии Она говорит Там уже Заседание идет Понимаете А по ее виду Понимаете Она по-другому Выглядела К ней вы по-другому Относились Она такая Вся Вот это Знаете Это Лайза Миннелли Вот это вот По советским Временам Ну Не по-советским А знаете По Вообще Российским Вот этим меркам Тетенька на пенсии Такая Как Лайза Миннелли Она говорит Вот Вон туда Туда Там Заседание Женщина Такая Входит Садится Вот Там Есть Представитель Филармонии Она говорит Да-да Я-я Вот это вот Там Министр Сидит Она прямо Туда И вот это вот Она говорит Да Денег не выделили Вот это А там оказалось Другое заседание По поводу Юбилея Филармонии Этой Московской Вот Она говорит Вот денег нету Как же 90 миллионов Выделено Она говорит Как мы вообще Ни копейки не получали Вот Она говорит Да вообще Кто Она говорит Я из Тетюшевской Филармонии В общем Вот такая Вот Такая Вот Вся Понимаете Я просто Предполагаю Что таким Способом Если знаете Вот Такая Непосредственная В общем Какая-то Вот такая Вот Таким образом Можно куда-то Там И к министру Попасть Но это не значит Что он для вас Что-то сделает Вот Ну да Таким образом Она уже Министра Увидела И тот Кто отвечает Должен перечислить деньги Тоже увидела И в общем А подождите в коридоре Ну необычно Знаете Вот это в коридоре Она ждала в коридоре Потом конечно Ей сказали нет И там сказали нет Этот министру ушел А этот сказал Ну В общем Нет денег Ну вот Как говорится Вот для московской Е Для вас нету Она этому мужику И так и сказала Она говорит Я вообще До самого Вот этого Дойду Вы еще меня не знаете Вот это вот Она говорит А он говорит Нету Денег нету Она говорит Ну в общем Она конечно С ним вот так вот Говорит Я отец С самого главного В общем Там дойду Как-то вот так Но я не по тексту Я приблизительно Рассказываю А потом У нее у дочки У дочки Жениха У этого жениха Там шикарный дом Вот А у него тетя Которая работает На киностудии Режиссер Второй режиссер Про которую я немножко Так вот это Пошутила Второй режиссер Она сразу туда А потом на киностудию Понимаете А потом она увидела Вот этого министра На этой киностудии Где работает Вот эта вот тетя Ее Вот это Дочкиного Жениха И она Вот эту тетю Говорит Вот он пошел Вот это Вот эту тетю Вот это Она говорит Вот этот Что-то Министр Деньги нужны А это Женщина Как же Забудит Эту тетю Короче Это тетя Потом она Они потом Видите Вот эти Разные Эскалаторы Вот Эскалаторы Вот Она с ней Стоит Беседует Вот Я потом смотрю Говорит Вот он Вот этот Вот министр Вот А та разворачивается Что это Как бы Он у них Снимает Она говорит Раз Он на киностудии Значит Наверное Актер Вот Так что Вот А та разворачивается Говорит О Так Это же Я его знаю Вот это Вот Он там Знаете Вот Это Как же Она И сказала Что Он говорит За главную роль Душу Режиссеру Какого-то Вот этого Ну В общем Вы поняли Да И он Такой Говорит Вот С этой Тетей Здоровается И говорит Да Наверное Для меня Ролей Нет Этот Министр То есть Она Как раз Для вас Как раз В этом Фильме Он говорит Что У этого Режиссера Да Для вас Главная Роль И она Стоит Вместе С Райде Степановной А тут Ей Говорит Ой Я вам Теперь Короче Так Обязан Обязан Ну Вот А она Ей Говорит Она Специально Как бы Это Сделала Ну Может Там Роль А что Ему Не Ему Вот Пожалуйста Райде Степановна И она Сразу К нему Да Мы Уже Знакомы Вот Это Вот Деньги Вот Это Нам Нужно Для Тетюши Вот Это Для Филармонии И Все Короче Это Этому Роль Пообещала Главному А Она Приехала С деньгами В Тетюшево На 60 Лет Юбилей С деньгами Так Что Тетяна Салман Вопросов Много Так Что Тетяна Салман Так Вот Сидеть Дом Теряться Не Надо Поэтому Тетяна Салман Еще Вот Я Заснимаю И Ведю Туда Засылаю Короче Туда Миллиардером Олег Дерибаски Михаилу Маратовичу Фридману Султану Бурнея Ну Да Племяннику Короля Саудовской Аравии Принцу Салману Сауду И Многим Другим Билу Гейпсу Так Что Вот Хотела Салмана Пока С ними Докумиться Виртуально Потом Она К ним Где-нибудь Их Там Поедет Потом Салмана Немножко Разбогатеть И Поедет Туда И Будет Знаете Вот Это Вот Как Их Там Увидит Понимаете Вот Это Скажут Боже Мой Так Я С вами Переписывалась Я Уже Знаю Сам Главное Так Поярче Вот Звучит Вот Я Бумага Там Я Вот Там Стипендиат Я Грант Вот Это Срочно Выясните Вот Это Даже Не Вот Это Давайте Что Нибудь Организуем Или Деньги на фильм или вот это мы не выдадим, понимаете, творчество, как я сама, нужно как-то вот это вот. Кто-то мне говорит, а, это не они, ну, а мне-то какая разница, понимаете, мне самое главное вот это вот, я аж, оттуда я знаю, если это не они, им же хуже. Есть там эффект такой, понимаете, я же это посылаю, посылаю, потом я где-нибудь подсуечусь вот это вот там, а у меня спектр большой, так что вот, подсуетиться кому-нибудь из них вот это, а потом, знаете, тоже на автомате, вот так пишешь, потому что, боже мой, я, может, с ними столько общаюсь, к ним подбегаешь, а таких любят, так что вот, они являются, знаете, такие самородки, таких мало, понимаете, вы поняли, да? А такое нельзя сделать из ничего, понимаете, я не могу вот так вот, я, понимаете, вот у меня такой вот есть определенный список вот это, а если, например, кто-то из другого списка, например, как этот начальник Газпрома, Газпрома или как там вот это, ну, и там другие же есть олигархи, другие есть богатые люди, я к ним не могу вот так вот подбежать или там еще, потому что я их не знаю, я им ничего не посылала и вообще как-то вот вот это вот, я как-то теряю, вы поняли, да? Да? Ну, поняли идею? Это один из моих любимых фильмов, это, то же самое, вот это, я же показывала, фильм «Отпуск за свой счет», также вот это вот, там, воспитательница детского сада получила у министра, он ей подписал «Отпуск за свой счет», он говорил, что он это не подписывает, вот там, он отказывался, она его уговорила, он никогда такого не слышал, она к нему прорвалась, так что вот, и он подумал, а что он, вот подписать может, его, как бы, полномочия подписать, он подумал, что легче подписать, чем тут это еще базарить, морочиться, так что вот, он такой системе подписал, а если бы, а если бы вы у него долго спрашивали, или там, и засылали бы ему письма там, или еще что-нибудь, вот подпишет он такую бумагу или нет, конечно, вам сказали нет, какая, зачем, зачем он будет подписывать, это не его уровень, какие бумаги такие подписывали. Ну, там был другой момент, она сказала, что вы к нам приезжали туда, и просили вот это поработать в выходной, чтобы люди вышли на работу, чтобы детей в садик отправили, она же ему сказала, я же пошла вам навстречу, я же работала в выходной, ну, он и подписал. Ну, в общем, смотрю, смотрю игру вот этой актрисы, и она такая, знаете, ну, там, конечно, там есть разные моменты, такие сейчас там, на какой серии я там остановилась, там, ремонт, ремонт, в общем, она как-то вот это вот. Я тоже там, это точно сама даже не могу, я тоже все вот так думаю, сама по себе она такая, что это актерское мастерство, или потому что она певица, певица тоже таки редко бывает. Ну, да, ну, а что, она поет в филармонии, там, вышла, спела, то есть певицы тоже же не все таки, правильно? У нас не является как будто так трик, но хотя на сцене нужно как-то петь, такие романсы, это вот такой спектакль, знаете, вот этот вот акомбонимент. Как она флиртует свои, 60 лет, она вот тут в одном фильме, я вот, сказали только, что из 60 лет. Я, конечно, когда узнала, что из 60 лет, я была просто в шоке, я думала, что не меньше 70. Вот. Честно говоря, я считаю, что для 60 лет выглядит она плохо. В смысле, в смысле, ну, не в смысле одежда, а в смысле, вот как она вот выглядит. Ну, понимаете, она же не делала, есть люди, которые пластику, там показано, что она без пластики, у нее, как бы, я понимаю, что своя, там, кожа, все она без пластики, без пластических операций. Вот. Ну, это ей не мешает, если свои 60, представат, как она там на какой-то конкурсе, цветы ей вручили, потом она помада красная, с мужчинами флиртует, и, в общем, ну, это вообще, то есть, это вот, вот это вот актерская игра, я вот это вот несколько раз просматриваю вот эти вот эти фильмы, серии вот эти вот. Потому что, если судить по ее дочке, конечно, дочка нашла вот этого богатого мужчину, такой, ну, там, не супероллигарх, но вот такой богатый, а какой, знаете, какой красивый, понимаете, красивый, богатый, успешный, в общем, она такая сорокалетняя, в общем, там, что он там, в командировке, она там все, а, как и сказали, вот, ну, как в фильме говорят, вот, пожалуйста, такая строительная фирма, такой высокий, красивый, успешный, какой колоритный мужчина, просто красавец, как там это говорят, что у него целый гарем, целый гарем на его этой работе, с кем он там только не переспал, потом он в командировку, она по этому компьютеру смотрит, тех, тех девиц, какие-то корпоративы, в общем, ну, вы поняли, да? Так тоже интересно посмотреть. Я вообще очень интересно ему так ревнуть, и какие-то, знаете, претензии ему такие предъявляет, в общем, на самом деле, испытывает его терпение, вообще, на самом деле, этого мужика, тоже, знаете, такая тетенька, сорокалетняя, в общем, испытывает его терпение, вот это вот, по типу, знаете, это хлопнуть дверью, она потом говорит, у нее такое кольцо, вот это все, а она в паспорте, у нее в паспорте штамп увидела, что он ей сделал предложение, а он оказался женатым, вы поняли, да? А вместо того, чтобы ему срочно сказать, что, короче, быстро, она должна развестись, короче, дать ему паспорт, сказать, все, короче, завтра приходи с этим паспортом, чтобы там был этот штамп о разводе. У нее кольцо, цветы, вот это, она решила, в общем, короче, сделать ему, короче, вот это вот, понимаете, как там, трагедию, трагедию Шекспира, она его решила, понимаете, такая беременная, в 40 лет, понимаете, такому мужику, понимаете, красавцу, она ему решила трагедию Шекспира сделать. Я не знаю, конечно, чтобы как он к ней отнесся, у нее такой желтки нету, а ей надо было сказать нету, взять ему папу, сказать, короче, понимаете, вот это вот, сказать, что вот это, короче, чтобы штамп о разводе через несколько дней, организовать, понимаете, тут же срочно организовать несколько охранников, машину с охраной, сказать, что ты же хотел мне магазин купить цветочный, я хочу машину, машину с водителем, с охранниками, ты что, вот, я буду вот по городу ездить, понимаете, вот это, подобрать себе красивых этих охранников, понимаете, одеть шляпку и пофлиртовать с ними. Ну да, ей надо было своей внешностью заняться чем-нибудь таким, понимаете, она сделала трагедию Шекспира, да, из-за этого штампа, понимаете, от этого мужику, понимаете, вот это, она ему мозг выносит, понимаете, уже сколько серий. Не, не, это просто так, смотрю, удивляют, понимаете, она еще удивляется на свою эту Ира Де Степановну, что она как бы не совсем как бы вот это вот, она, знаете, когда-то, она как, знаете, как бы, вот у меня двое детей, дочка и вот эта вот мамаша ее, она считает ее, знаете, какой-то вот такой вот, она такая, знаете, ну вы поняли, да, села не на тот кораблик, в общем, такая вот идет, там не на тот корабль села, в общем, такая она, в общем. Такая артистическая. Нет, а саму себя она считает, в общем, нормальной, знаете, она такая, что она такая вот, типа такая правильная, понимаете, такая вся деловая, и из этих вот, из всяких вот этих она делает в своей жизни трагедии трагедии короче ну и есть люди которые любят страдать я не говорю кем-то увлекаться я говорю сделать вид по себя разве сделать вид чтобы он как-то поревновал хотя я не знаю если бы она была такая может быть ему такой не надо он хотел такая что понятно к дома такая такая сидела я не знаю сама стала как-то вот это да может быть ей бы и бросил кто-то я хочу сказать не могу он ее привел шикарные цветочный магазин у нее оказалась аллергия на цветы и получилось что магазинами они тут не покупают и она опять села дома я вообще не поняла этого стыдик сценаристов она такая скромная может он поэтому она не хочет жениться а я была срочно сказать короче вот это хочешь на магазин цветочки купить у меня людей на цветы значит покупаем другой бутик покупаем бутик просто обезда что будет она как-то растерял есть и на полка сериала вот это мы помещением помещение покупаем все но меняем профиль профиль магазина а то он там командировку ехал он такая этом шикарному мы умном доме и такая вот это вот по типу на а у них умный дом такой компьютер который там разговаривать все нужно у него спросить он там отвечает и она там сайте у этого компьютера спрашивать как вообще на самом деле как там вот этого вот что ведь делать если он поехал в командировку вы короче ей там начал изменять что и делать так самое интересное где же актриса играет юрия меньшова в этом фильме у нас же играет главную роль в этом фильме все мужики с волн все мужики с волн вальсаковский возраст или все мужики с вон играет там психотерапевта вот она играет психотерапевта а потом там несколько спустя когда пока он забудет когда такой вот раз за 40 45 вот у меня больше всего удивило показывает показывает он какой психоаналитик психотерапевт многолетним стажем а когда ей стукнуло 45 у него возникли такие вот эти проблемы что ей самой нужен психотерапевт она как-то сама себе помочь не может она обращается в брачное агентство а там не женщина в брачном агентстве и говорит вы на себя посмотрите у вас глаз не горит вы одеты одеты как-то вот так вот знаете кому как тетенка одета но я не сказал как тетенка вы сначала привести себя в порядок на вас не будет желающих в брачном агентстве так женщина ей сказала потому что вот и даже вот если сопоставить эти фильмы что она хотела сказать что даже эта тетенька в 60 лет и дать степанов на у которой глаз горит такая шляпки такая вот на нее вот эти два мужчины два постоянно каждый день с ней постоянно к ней там раззвонятся там два друга вины мужем ее стал постоянно понимаете потому что она вот она вот 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 такая вот понимаете вот это вот обратите внимание прошла бухгалтер что там бухгалтер что в эту филармонию бухгалтер там такой типаж ну женщина просто бухгалтер такая стоит молчит или просто так обычно что-то говорит по обычному того посмотрите в этом фильме когда вы там загружали некоторые серии ну просто сравните такая обычная женщина еще в возрасте в таком возрасте она как бы не особо интересно это по типу там принеси подай там приготовь вот это вот а это же смотрите даже не знаю там на рынке там вот это вот то есть она есть как первый раз на рынок приехала там почем вот это то она сама даже шесть ответа даже по поводу покупок особо ничего такого не знает вот что почем и как вот это вот пошла я пошла в пенсию один день там это белье постирал как енот полоску там все стираю такая вся такая на федрепудренная один день она этим позанималась по пыль по постирала вот это вот белье постирала и все больше не показывать на этом занимается над ней занимается ни полами не пылью не готовкой зато показано что она с утра она с утра к завтраку она уже в красивом наряде с красной помадой с накрашенными накрашенные у нее глаза и волосы у нее подкрашенные там ни одной штучки не увидишь оседло волоса у нее прическа подкрашенные понимаете волосы несмотря на ее морщины на то что она свои 60 плохо выглядит если она была на пластической операции ну в смысле хотя дайте я это не советую но в принципе она помогла по-другому выглядеть там не показано что там в халате ли в чем покажет и вечером за ужином понимаете пока вот их вот эти ужины вечерние тоже она каждые разные наряды какие-то шляпки а какие зимние и пальто вот этот показано даже не знаю откуда у них только денег то есть это это не из тех что знаете это бежит сразу там на кухню для всех там яичницу приготовить там вот это вот короче принеси подай она идет в ванну она себя наряжала это она красиво одета как на праздник несмотря на ее возраст она на те вот еще на и на этих крашеных волосах и на красной помаде так что вот это о чем я хочу сказать что дело не в морщинах просто обратите на хотя мог кто-то может как а это фильм а это сценаристы написали я с вами согласна ну мы как бы шепчемся мы обсуждаем я просто как говорится вот это вот тема для размышления есть о чем подумать поразмыслить возвращаясь вот там да когда ты была 45 100 фильме говорю что вот возвращает в той теме пришла в брачное агентство для что у нее уже мамаша у нее вышла замуж и дочка у нее уже замуж и она в 45 осталась одна в квартире и она решила через брачное агентство найти вот чему мужа она нормально дорого была одета ну то я и сказал вот и глаз уже наметанный потому что там поняла что он в 45 и такая женщина кокетка за собой ухаживать умеет понимаете там вот это вот знаете такая подмигивает есть такие понимаете глаз горит понимаете вот это интересно то интересные интересный жиль понимаете интересно и а вот главная идея понимаете вот те так как той которой интересно жить той который интересно самой собой вы поняли да вне зависимости от возраста ну те находят спутника жизни потому что те хотят, в общем, присоединиться к этому празднику жизни. А те, которые с таким потухшим взглядом, они хотят, чтобы их развлекали. Это кто же говорит по поводу школы очарования, или кто там, женской энергии? А, Светлана Ермакова. Вот, Светлана Ермакова мы сейчас с вами будем обсуждать. Понимаете? В женщине главное энергия, понимаете, энергетика. Как там эта женщина, забот по производству счастья. Когда мужчина видит, что женщина энергически наполнена, он может подзарядиться, понимаете? Несмотря на ее морщины, понимаете, она такая вот, вот как это говорит Степановна, вот, это хороший пример, что говорит Светлана Ермакова. И она такой завод по производству счастья. Свои 60 лет морщинами. Мужчинам интересно, они, понимаете, вот это, а та, которая хочет, чтобы ее развлекали, понимаете, он чувствует, что это ему надо будет, знаете, это напрягаться, и он как бы не хочет. Поэтому та ей сказала, что вам нужно, чтобы была сгорела, вы должны по-другому себя преподносить. Вот это, в общем, работайте над собой, приходите. Потому что вот как раз та, которая вот Рая Степановна, она вот как-то по системе Светланы Ермаковой, разные спальни, чтобы он оставил заявку на секс, на любовь, что-нибудь еще такое. Вот такие, как она может организовать, понимаете, как она шла себе вот этого военного. Ну-ка-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну-ка-ла-ла-ла-ла. Хотя я бы не сказала, когда я так показываю, что она, в смысле, хорошо поет, а когда показывают ее какие-то такие романсы, знаете, что у меня такое хорошее, еще, да, какие-то такие более, не знаю, такие вот эти вот, которые на слуху, или что-то как-то, честно говоря, мы какие-то ее романсы даже не очень нравятся, понимаете, потому что песни и романсы с какими-то такими занудными словами, или какой-то там об этой неразделенной, там, любви или с какими-то вот этим, я это не люблю, вы поняли, да? Что-нибудь такое. Ну, здесь, здесь что? Здесь там редко показывают, что она такой поет, но в любом случае, понимаете, вот такая у нее актерская мастерство. Вот так вот. А, там я пропускала воду, как говорили, горячая вода, грязная-грязная пошла вода, еще открыть и пропустить воду. чтобы это грязная-то не там. У меня вообще генеральность уборка, понимаешь, генеральная уборка. Перестановка генеральной уборкой. Обратите внимание, у меня огромное количество вот таких вот украшений, мелких там, там, как-то яйца, такие вот, подержи, какие-то тут вся, подыхи там, такие украшения, это все, понимаете, когда уборка, это все нужно снять, это помыть, это снова поставить, в таком творческом порядке. Сказать, что ли, да, нужен с любовью, еще с этим нужно заниматься, еще и с любовью, такое вдохновение к этому. Ой, ну ладно. Пока Татьяна Салманна закончила ланчи, бранчи, ох, этот ланчи, полтретьего, что ли, я же не поняла времени. Ну да. Теперь Татьяна Салманна будет чаевничать, чаевничать, что-то там, Татьяна Салманна будет чаевничать, хорона Российской империи, чай с бутербродами из красной икрой. Ну да. Потому что, а что я тут покушала? Бананчик, нектарин, в общем, сухой завтрак, это, в общем, что, часа и 21 минута. Я очень надеюсь, мой волшебный компьютер записал это видео, потому что иногда у меня бывает не записывает. Ох, да. Сколько у нас? Полтретьего, что-то уже, полтретьего, вот сейчас посмотрим. Так, ладно, здесь я поставлю, поставлю, сейчас вам покажу этот пейзаж раунд. 16 градусов в Санкт-Петербурге, показывает Яндекс, Яндекс Погода. Вообще, себя, конечно, в полный рост, в полный рост нужно, наверное, показать, чтобы это красивенько так было. Здесь мне нужно еще убраться, прибраться. Вот такие вот дела. Даже не знаю, стоит себя показывать в полный рост, такая пончи-пончи, или ладно, уже будет загружать в видео. Я, наверное, самое главное это не сказала, вообще обычно для непонятливых-то сейчас, ладно, для непонятливых еще нужно что тут сказать-то, что я была Александровой Татьяной Юрьевной, а тоже непонятливые, они-то не совсем понимают. Еще объяснять надо. Ах, ну да. Это непонятливых. С Димой вчера переписывалась, объясняла, как у меня здесь мама жила, в общем, на самом деле мы сюда въехали в 1990 году вместе с моими родителями Александровым Юрием Анатольевичем, Александровым Тамарой Петровной. Я вчера Диме рассказывала, в общем, об этом, кажется, не очень стоит рассказывать, как у меня мама всю жизнь короче, морочилась, короче, с Серегой, с моим братом, с алкоголиком, с наркоманом. Так что, как она улучшила из-за поезд. И какая-то большая трагедия в жизни. эти алкаши, короче, и наркоманы. Так что, вот. Как она у меня, знаете, на 69-ом, 69-ом километре дача была. Юрий Анатольевич купил дачу, и однажды там мама выходила, она выходила или входила в этот там поезд. И поезд дернулся. Ну, вы знаете, электричка. Вот она входила в электричку, или выходила, электричка поехала. И у нее нога попала между этим поездом и платформой. Была сломана внизу. Так что, вот. Она лежала в больнице, сначала там, в Соснову, потом на платный скорую ее привезли, так скажем, в Санкт-Петербург. В общем, операцию делали, платную, кстати. Операцию делали бесплатную, как сказали, что все эти аппараты и так далее. Это все нужно заплатить денег бесплатно. Это как бы вот это вот. Как мне сказали, вот этот списочек, вот там, вот там нужно это все купить, чтобы это все для операции было. Так что, вот. Такой аппарат стоял на ноге у нее. Ну, в общем, да, чтобы это все срослось. И как Серега тогда пришел, пьяный, я не видела. Так что, вот. Она его придерживала, он на нее упал, и сместились у нее эта нога, сместилась, и, в общем, там. Вы поняли, потом она стала хромать, потом у нее стал расти горд, и здоровье поехало. А вы говорите, Раиса Степановна. Так что, Это ли что Татьяна Салмановна говорит? У меня вообще не побалушка, а что ты тут нахуй? Так что, вот. Это к чему? Чтобы мне настроение или голову мне делать? Это к чему? Это я там, я уже не однократно говорила, короче. Сливиновный по полной строгости закона. Сливиновный на пожизненное. Я уже, смотрите, мой лайфджон. Пожизненно им грозит, короче, Сливиновный, короче, им нахуй. В Теряге будет жить пожизненно, гнить пожизненно, короче, Сливиновный. Так что, вот. Так что, такие вот дела миллиардера Михаила Маратча с призмой. Сейчас я покажу вам несколько страниц. Вы, наверное, решили нахуй пошутить, да? Открытие за миллиардера Михаила Маратча приняло несколько страниц от его имени. Есть кем-то там попереписываться вот это вот? Сейчас я вам покажу. Вот одна страница. Я просто отправляю туда мои видео. Это видео отправлю. А они мне все говорят нахуй, блядь, да, это, ёптово, это все, короче, нахуй шутят, блядь. Это, блядь, заебаться кто-то просто открыл, короче, вот это, ёптово, и будет вместо миллиардера переписываться с кем-то, ёптово. То есть вы хотели, вы уже, вот сколько лет я тут вот это вот, вы это пошутили, вот это вот нахуй, открыли вот эту страницу, блядь, чтобы написать, что это Михаил Фридман, поместить его фотографии за счет, как говорится, от его имени с кем-то попереписываться. А как? Я это много раз уже слышала, он говорит, Татяна Калманова, ну вы что думаете, что это Михаил Фридман? Да что вы! Да вы даже не берите в голову, это не Михаил Фридман. Это не, это из Нигерии, из Нигерии там, из Китая, из Нигерии там, ещё где-то, где-то сидят, вот это всё открывают, сидят, и с кем-то там переписываются. Вы даже не берите в голову. Такая я и не беру, вам же хуже. Вы решили пошутить, а смотрите, как он симпатичный, как он улыбается, какие у него фотографии, а его это вот, вот это вот, ну да, Татяна Калманова просто восхищает, потому что не надо мне вот это вот. Вот, пожалуйста. Подписчики, полторы тысячи. То есть вы не будете ездить по ушам, что тот, кто, понимаете, стал миллиардером, и который, магазины, и пятёрочки, и альфа-групп, и банки, и вот эти вот, как там они, из Дениса, пятёрочка, кто держит эти магазины, короче, кто смог заработать 15 миллиардов, 15 миллиардов, смог не просто заработать, а удержать эти деньги. Вы мне хотите сказать, что можно открыть страницу, и вот это вот нахуй, от его имени, вот так вот, если кто-то ему напишет, переписываться от него, если он смог удержать эти деньги. По ушам-то не надо ездить, короче-то. Ну, конечно, для этих, знаете, для этих, знаете, как это называется, для тех мы скажем, что, ой, нет, что вы, ну что вы, какой Михаил Фридман, да что вы, для этих, для этого, агент 007. Татьяна Салмановна, она заснимает фильм, агент 007, это специально для фейсбушников, они скажут, понимаете, вот это, она переписывается с миллиардерами, вот сейчас Дерибаску вам покажет, так что, специально для них мы говорим, да что вы, боже мой, так это всё фейки, что вы, какой Михаил Фридман, понимаете, это всё фейки, короче, вот это вот, ну да, какой Михаил Фридман, смотри, как он улыбается, что там, где-то было ещё, вот это вот, в этом инстаграме, где-то он был, сейчас другая страница, так, а я куда-то знаю, я понятия не имею, вот он, смотрите, на этом инстаграме, в инстаграме, обратите внимание, вот он и инстаграм, а ещё специальная страница, это как там, ну да, министра, как он там, не министра, как там, министра обороны, министра обороны, где он у меня был, Салман Билл, Салман Осаук, я вот всё думаю, знаете, вот это вот, а, я пишу ещё сценарий, я вот думаю, интересно, какое задание, секретное задание могут дать эти ФСБшники, чтобы спросить у Салмана Осауда, это по поводу финансирования, вот этих, знаете, я вот смотрела в интернете, я думаю, интересно, по поводу, по поводу армии, по поводу армии Саудовской Аравии, а зачем, какая им разница, понимаете, я думаю, что их, наверное, особо не интересует, армия Саудовская Аравия, я вот думаю, интересно, какое секретное задание, понимаете, вот это вот секретное задание, так что вот, так, где у него странички, я сейчас я открою, я, знаете, я, что, вряд ли это не знаю, я вот думаю, где-то что они могут спросить, мухаммед бен Салман ау Сауд, кроме принца в Саудовской Аравии, вы хотите сказать, я тоже туда посылала мои эти видео, вы хотите сказать, что кто-то вот это открыл, вот это вот, я тут видела, полтора, полтора триллиона или биллиона вот этого, я просто видела цифру вот этого, насколько они там богаты, вообще, триллионы, биллионы какие-то вот этого, и, кстати, вот на этой фотографии, вы посмотрите на его лицо, на его глаза, и, вообще, честно говоря, то есть вот, он так иногда, когда вот там, вот такие-таки, когда он еще улыбает, еще вот это вот, вы посмотрите, вот эти вот это вот, вы посмотрите на его лицо, берите внимание, чем-то там, он отправит, кстати, у меня украиндов было, вот там, из Индии, вот, вот этот вот, я уже забыла, честно говоря, сейчас мы не будем вот этим, премьер-министр Индии, у меня был керамо френдер, вот, снимались куда еще улыбается ты совершенно глубины этого когда он такой серьезные вообще понимаете да ты сам узкая ради я вам сказала ну как знаете вот это у меня youtube не потянет на youtube не очень потянут они будут обнять мои видео вот это там крутить там вот это вот вот как дима дима сейчас этого в эфире смотри зелененькая штучка горит зелененько значит дима дима сейчас я поставлю сюда где у меня была эта штука сейчас я поставлю чтобы вам было лучше видно а это вот это вот Продолжение следует... Ох, ну что, что Дима сказать? Знаете, Дима, сейчас я вам напишу «благодарю». В общем, я не совсем понимаю рэп, но сама вот хотела начать петь, начать петь и поняла, что как бы тоже у меня вот как бы эти таланты, может мне тоже как-то рэп начать петь, в общем, что-то благодарю, я вам напишу, значит, так «благодарю». Ну вот. Очень специфическая, очень специфическая на самом деле, в общем, рэп, он такой специфический, но петь тоже, наверное, не совсем просто. А, кстати, здесь даже телефон есть. Смотрите, телефон. Вот здесь указан телефон. Телефон 256-703-060-660. Слишком много шестерок в этом телефоне. Даже позвонить можно, туда, в Санску Караве. Султан Брунея. У меня несколько страниц есть Султана Брунея. Я даже не знаю, вы, наверное, хотели, знаете, тут матом, наверное, не надо лучше говорить. У нас сколько тут страниц Султана Брунея? Сейчас я вам скажу, сколько у меня страниц Султана Брунея. Раз, два, три, четыре. Четыре страницы. Вот, обратите внимание. Ким Оф Брунея Дур Салам. Хасана Бок Яг. Султан. Вы мне хотите сказать, что это кто-то пошутил? Он, кстати, тоже, когда вот улыбается на фотографии, еще вот это вот, как-то вот это вот, вот это вот основная такая фотография, в общем. Спрашивает один раз, он мне писал. Спрашивает один раз. Он спрашивает всего один раз, а вы решили страницу за него отель и попереписываться с кем-то, да? А вы решили страницу за него отель и попереписываться с кем-то, а вы решили страницу за него отель и попереписываться с кем-то. Ой, кстати, они же там это отмечали. Слушайте, вы знаете, я, честно говоря, вот поздравляю, я, честно говоря, я же с ним вот это вот, мне было, знаете, так неудобно. Я же с ним попереписывалась. А, ладно, мне даже неудобно такое говорить. Даже неудобно, понимаете, вот это говорить, он тогда написал, вот это вот. А у него как раз день рождения было. Я его поздравляла, когда ему 70 лет было. Сейчас самое главное, что не перепутать. 75, у него же юбилей, 75 лет, а я его не поздравила. Мне было так неудобно, через несколько дней после того, как уже было, думаю, я переписывалась, а забыла, что у него юбилей. Как такое может, мне все записывать, записывать надо. Мне было так неудобно. Слушайте, мне было так неудобно, что вовремя не поздравила. А теперь вот время прошло, 75, самое главное, не ошибиться. Самое главное, не ошибиться, да. Давайте еще эти штуки посмотрим. Я даже, знаете, вот такая открываю, я-то, знаете, такая, знаете, вот как называется. Тогда еще все смотрела, Ньюз Султана, как там, Бурдейньюз, и все, что я смотрела, и все-таки все отмечают. Вот, как говорится, если не знаешь языка, все думаю, что они все отмечают, отмечают, показывают. Я уже, честно говоря, смотрела несколько дней, а потом только поняла, что это его юбилей отмечают. Вот, смотрите, а это его вот, это вот Инстаграм. Они как в сказке там, понимаете, я вот смотрю, понимаете, такая золото, такие все эти наряды, а у женщин, кстати, какие наряды, что Дубай, что вот этот. У них там просто какая-то, в общем, как в сказке вот это вот смотришь, и думаешь, боже мой, неужели так вообще вот как-то вот это вот живут. А, смотрите, он с Обамой, он знаком с Обамой. Смотришь просто, знаете, интернетишь просто как сказка. Не то, чтобы подумаешь, что с ним как-то вообще там где-то попереписывался, я даже не знаю. То есть вы решили со мной попереписываться, вот это вот, вместо него. То есть я вообще удивляюсь на людей, они такие вообще отважные, люди такие отважные на самом деле. Так, что тут еще дальше? Дальше вот это Хамдан, Хамдан, который что-то пишет через WhatsApp, у меня, у меня даже часто на телефоне-то что-то там 50-50 рублей, чтобы к этому WhatsApp подключиться, не деньги как бы вот это, понимаете, это финансы, которые поют романсы. Тогда бы подключилась к WhatsApp, еще к чему-нибудь подключилась бы вот это вот. Так что вот. И домик бы, знаете, на Мальдивах прикупила. А это вот там Инстаграм Хамдана. Они решили, понимаете, пооткрывать страницы Инстаграма и вот это ВКонтакте этих восточных мужчин. Они просто характер восточных мужчин не знают. Они там с охраны летают, там один человек, а я уже думала, что там такое? Там я видела, знаете, ютубила. Там смотришь, целая, знаете, такие самолеты, целый самолет, все мужчины, они там в белом. Ах, вот эти вот верблюдики, я вам про этих верблюдиков говорю, вот такие вот эти вот хорошие, я так верблюдиков люблю. Вы посмотрите, какие красивые верблюдики. Ну, хотя бы там малых вам гостей, пойдут все такие верблюдики. Одна такая вот эта вот, какие гордые верблюдики, такие, какая травка там, посвященная. О, какие верблюдики. Такие хорошие верблюдики. Верблюдики хорошие. Одежда, знаете, такие в белом, знаете, в этих одеждах, вообще просто, я все выхищаю, знаете, тоже как в сказке у них там смотришь. Хотя, знаете, они интерьеры редко показывают. Ох, это количество детей, Мухаммеда, я аж просто, вот это, когда посмотрела, думаю, боже мой, боже мой, вот смотрите, семья, знаете, какое количество детей. Ох, да. Кстати, а интерьеры, они редко показывают эти интерьеры свои золотые, да, понимаете, там иногда вот это, какие-то вот это, они редко это выкладывают, а так в основном как-то фотографии. А у них что же там, у них там это шикарно, чем в армитажах. Вы поняли, да? Эти интерьеры редко показывают. А вы решили вот это вот, выложить вот это вот, знаете, кто-то пошутить решил? Так, хорошо. Так. Имейте в виду, я вам показываю строительство, куда я зашлю это видео. Я надеюсь, оно у меня, мой компьютер записывает. Я надеюсь, что я зашлю, что я зашлю, 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 Так, Василий Валерьянович загрузил вот это вот, загрузил видео, сюда на свою страницу, назрела два вопроса, куда делся Медведев и почему талибы не болеют ковидом? Интересно, кто такие талибы? Кто знает, кто такие талибы? Сейчас мы спросим у Василия Валерьяновича, как у него дела. Сейчас мы спросим у Василия Валерьяновича и засмотрим, кто такие талибы, хотя я, по-моему, она не знает. Сейчас мы спросим, как у Василия Валерьяновича дела. Сейчас нам вот это ответит. Знаете, надо штучку вбрызнуть, чтобы туда не тянуться. Вот это вот, да, поставить, поставить талиба. Талибан, есть какой-то талибан. Татьяна Халманна вообще слышала, в новостях я слышала такое, что это такое. Даже Татьяна Халманна, даже вот такой. А, знаете, это вот эти вот, показывают этих восточных мужчин. Талибан, талибы или талибы. Студенты, учащиеся, студенты учащиеся. Исламистское террористическое движение, зародившееся в Афганистане. Среди, чего там, пуштуна, среди пуштуна. Так, в 1994 году правила Афганистана. Чего там правила Афганистана, правильно я прочитала-то? С 1996 по 2001 год. Исламский Эмират, Исламский Эмират, Афганистан. С 2021 года Исламский Эмират, Афганистан. Дипломатически был признан тремя государствами, объединенными Арабскими Эмиратами. Что из них Эмираты признают? Я надеюсь, это не ИГИЛ, интересно, а талибан и ИГИЛ. Это разные вещи или нет? Сотяна Салмановна против вот этого ИГИЛа, короче. Против ИГИЛа. Талибан, год, талибан, я ничего не знаю. Я читаю, понимаете? Где посмотреть? Это разные вещи. Как там называется? Лидеры. О, сейчас я сама как-то вам зачитают лидеров. Знаете, может, не стоит читать? Ой, ладно, не буду я читать. В общем, здесь написаны лидеры. Вот талибана, в общем, о, боже мой, история. Это мы из истории удаляются об этом не будем. Что тут еще пишем? Их Арабские Эмираты признают? Ох, я читаю вам Википедию. Я не знаю, вообще перераз. Мне вот спроси, даже понятия не имеют. Это вот. Судя по виду, вот там я уже вижу. Лучше держаться подальше. Когда я это открыла, я подумала, что вы подальше держатся. В общем, что? Признают. Это Википедия. Если что спросить у Википедии? Тремя государствами. Объединенными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Арабией. Ну, это как раз, куда я буду отправлять мое видео. После объявления выводов американских войск весной 2021 года Талибан начал наступление на позиции афганской армии. И к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана. То есть они там воюют, да? Пожимаем. Если что, я вам сейчас покажу. Я читаю вот это. Я понятие. Мне вас спросили, не знаю. 15 августа Талибан занял столицу страны Кабул. Кабул и объявил, объявил полный контроль над страной. Позже обещал не преследовать сторонников прежнего режима. Не препятствовать свободу выезды из страны. Кого бы то ни было. Вот так вот я не знаю. Я в новости не смотрю. Это что, прямо в августе этого года? Это прямо сейчас? Что еще на август? Это 15-го числа они захватили. А я увидела там самолеты. Америка хотела самолет к нему запаслать. Талибан признан террористической организацией в России. То есть в России она считается террористической организацией. Вообще на самом деле, смотрите, может это не стоит читать. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия поддерживают. Может это секретная информация? Ой, слушайте, я не знаю. Это Википедия, они вот понапишут. Это наверное эти сценаристы. Кто-то наверное пошутил. Этот Алис Алманов нет, это КГБ. КГБ заслал вот это вот в Википедию, вот эту фигню, чтобы она прочитала, взяла в заблуждение кого-то. Может это сценаристы пишут эту фигню? Ходите дальше, почитаем. Мы не будем читать. Значит так, смотрите. В результате резолюции Совета Безопасности 1999 года ООН признала террористическую организацию ИГИЛ, потребовала от Талибана прекратить поддержку ИГИЛа и взяла санкции против обеих организаций. А, я знаю, смотрите, Талибан поддерживает ИГИЛ, Татьяна Салмановна против ИГИЛа. Так что вот, если Татьяна Салмановна будет разговаривать или в общем с представителями Саудовской Аравии или вот этого, как называется, Саудовской Аравии или Арабских Эмиратов, она им выскажет свою точку зрения, чтобы они не поддерживали террористическую организацию ИГИЛ, потому что я возражаю. Татьяна Салмановна возражает. Я поняла, что это разные вещи. Вот это вот, Талибан и ИГИЛ. Просто этот Талибан поддерживает ИГИЛ. Так что вот. Так, дальше читаем. То есть так, ООН также не признала Талибан, правительством Афганистана в период его правления. И в 2010 году ООН исключила лидеров Талибана из списка наблюдательных, чего там, наблюдаемых по подозрению в терроризме. Ой, получается, Талибан и ИГИЛа, Талибан и ИГИЛа разные вот эти вот. Вообще-то вообще получается, прям как-то они прям здесь вот, а я, когда же ты бегала, я вам сейчас говорю, я не смотрю, это все сценаристы все это написали. Ох, кстати, она повторить, вот это что-то написано. Я считаю, что лучше этого подальше держаться, понимаете, посмотри, что еще в истории, в истории, будем читать. Во время Второй Чеченской войны осенью 1999 года руководство Талибан признало решение отправить чеченских боевиков, выражающихся против федеральных сил. 4 миллиона долларов. Ну, она, мы это читать не будем, здесь еще много еще написано. Талибан и наркотики. Значит, так, в 1996 году отношение между Талибаном и наркомафиозными группировками вышло на уровень, при котором наркомафия стала выплачивать Талибану налог. Налог, 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 составляющий по некоторым данным 10%. Еще раз, в 1996 году наркомафиозные группировки вышли на уровень, при котором наркомафия стала выплачивать Талибану налог. 10%. Здесь даже, по-моему, объем, объем, есть объемы наркотиков, которыми они торгуют. По оценке ООН, в 1997 году над подконтрольным Талибану территориям производили 96% афганского опиума. Остальное на территории контролируемых чего-то. Рыбани, Рыбани, в общем, короче, давайте лучше не будем вот это вот, даже начинать вот это не будем. Здесь даже объемы есть вот этих вот. Тонны, знаете, вот здесь написано, тонны. 2,2-2,3 тысячи тонн в год, что составляет 40% мирового нелегального производства Талибана. Чего там? Давайте не будем. Сейчас мы что-нибудь за них посмотрим. Ох, судя по их виду, от них лучше подальше держаться. Давайте полетелу, Татьяна Салмана, я вообще-то не поняла, что это что-то такое. Давайте лучше, знаете, вот это Наталья Правда, давайте отойдем, потому что там. Вы поняли, да, я еще смотрела, знаете, вот это вот пустыня, как они относятся вообще там, знаете, там же вот это вот рабство. И вот это вот как это в пустыне, они там все-таки кидают. Ох, Татьяна Салманова вообще рассказывает. Всю эту фигню, давайте лучше не будем начинать. Сделала Салмана, я не понимаю, что это позитивчику надо. Давайте вот это, да, фитнес, одна за всех. В общем, что-нибудь, что-нибудь позитивное, вообще негатив нужно куда-то скинуть. Фигню-то вот эту вот. Глупа команда узнает из банок. Сыну? Что такое? Ты похож на дядю, видите, когда за ним проходит представитель закона, что-то не заходит. Ну, мам, я таки с удовольствием взял бы вообще ха-ха с собой. Только вот боюсь, что в моей сумке не осталось для него места. Я собираюсь в фитнес-клуб. Семочка, сейчас никто не собирается. Ни в какой клуб, пока мама не знает, из банокности. Ну, это вообще просто, как наша современная эстрада. Ну, недавно мы с тарелочником Гриши поспорили за нашу физическую форму. И решили проверить ее на ближайших турниках. Семочка, твоя физическая форма шикарна. Но не здесь в последних мамочках. Трехразовая писательная. Ну, слежку как раз и речь, маман. Ты что? Гришина форма в гораздо более надежной руках фитнес-клуба. Неудивительно, что он взял и подтянулся 25 раз за 3 минуты. А я провисел 25 минут и не подтянулся ни разу. Ты что? Да тут и налад. Ну, как ты думал, это тарелочника ты. Ты у нас белого туба. Маман, это такие слабое утешение. Когда будет позор, видимо, вся женская половина нашего артеста решена. Я иду в Шиппес, да. Я буду поддевать штангу, заниматься на тренажах, плавать в бассейне. И все это за какие-то 12 тысяч рублей. И все это за 13 тысяч рублей, когда там слышишь, что ты говоришь. И что? Тебе же надо идти в фитнес-клуба, что ты сграешься, что ты тут кучу дядю, за то, что ты будешь истязать своих тябов. Эх, маман, оставь мне за финансовую трагедию. Что? 12 тысяч – это такие стоимость абонемента на целый год. И что? Вот будет за всю жизнь. Нам говорится, это декорический шаг. И, маман, со своей меркантинностью вы бы могли выиграть в чемпионат мира по меркантинности. Да, если бы такой проводился. Все, решено. Я иду заниматься спортом. И вам меня не остановить. Хорошо, хорошо. Семочка хочет быть сильным, но бятным. А что, маман, не будет задавать? Семочка, ну, не мог бы ты немного помочь. Маму по хозяйству. Конечно, мамы. Я так и с удовольствием. А что надо сделать? Семочка. Маму по хозяйству. Тёмочка, счастье моё. Ну что такое? Ну хватит сидеть и сотрясать наши квадратные метры своими стонами. Вставай. Вставай, тебе надо идти, тратить деньги на ветер. Ну что? Я так и буду с радостью, но после ваших нагрузок у меня болят все мышцы. И потом, если честно, что-то мне уже совсем не хочется ни в какой фибрис. Если в следующий раз. Всё. Но хочется отдать кому-нибудь 12 тысяч. Отдай их маме. И тогда пожалуй, пожалуй, все. Отдыхай с пациентами. Отдыхай с пациентами. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Мама, что так хорошо, что вы думаете, мне категорически требуются ваши руки. Семочка, если они нужны на время, пожалуйста. Но если они тебе нужны навсегда, я двумя руками это плац. Мама, ну что? Мне нужно, чтобы вы мне помогли расклеить вот это, да? Где таким людям это больше всего требуется? Семочка, что это? Дешевое такси, извозчик Сёма. Мы дочим вас куда угодно за умеланную плату. Телефон 8-913. А что это такое, Сёмочка? Такси нужно там, где у людей есть деньги. А это прости, пожалуйста, не в нашем голоде. И прости, господи, не в нашей стране. И вообще, что это, Сёма? Мама, ну вы это стратегически невнимательно читали. Тут же ясно сказано, что я собираюсь открыть своё дело и возить людей. Дорогой мой извозчик Сёма. В этом деле есть НО. За два таки пункта. Первое. Никто и никогда не ездил на Фиштайнер. Первое. И второе. Прости меня, пожалуйста, чтобы кого-то куда-то возить. Надо иметь за то, на чём возить. Мама, Мама. Ну а как всегда, ещё не впереди сюрприза. А ваш сын уже позаботился за всё и... Вуаля. Что это? Вот. Тарелочник Гриши из нашего ракета. Любезно подарил мне её. Всё, уже какие-то 400 рублей. Дорога, ты смотришь на меня! Гляньте на эту тарелочник. Такое ощущение, что это ты собираешься. Подарить тарелочнику Гриши 400 рублей. Ага. А не мухнуть. Чись. Ну, как только у нас появятся клиенты, дайте 400 долларов. Выхнутся к нам с той же скоростью, какую разбивает майонавр. Всё на чём. У меня категорически нет на это время. Я думала, что когда ты вырастешь, ты будешь указывать за старой больной матью, а не за старой больной машиной. Ага. Ну оставьте трагедию Шекспиру. Ай. Слушай, мне так плохо, как кажется вашему воспалённому взгляду. Ничего, какие-то 200 долларов на ремонт. Видите, она мне честно. Стёпочка, ты слышишь? Что ты такое говоришь? Эта машина ещё не успела появиться в нашем доме, а уже сожрала 600 долларов. А точно 190. А ещё 300 долларов. Мне надо отдать за то, чтобы получить права. Стёпочка, ты ещё раз помнишь? На моём уровне. Если ты знаешь, что столько денег трать на этот ронтай, я так и поспешу, поверь мне, я поспешу на тот момент. По своей неспособностью мыслить за перспективу вы лишаете нашу семью колоссальнейшей прибыли. Но в этот раз я сделаю всё так, как я хочу. Стёпочка! Стёпочка! Я завтра же отдам деньги тарелочнику Грише и доберу мою ласточку. Стёпочка! Стёпочка! Прощай мечтой! А то, что это кого-то не учили возвращать вещи! Не, боже мой, ласточка! Прощай мечтой от них! Прощай! Всё! Всё! Не страдай! Это всё! Алло, Изя, это Моза. Изя, звоню тебе сказать своим дешёвое междугороднее спасибо. Да! Да! Твои эти оболусы и потенщики сделали всё на пять трюсов. Да! Вместе с этим-то она сама не узнала. Из нашего голову кучу проблем лишний парк! Всё! Ну что, посмотрим Наталью Правдину, что у неё там в инстаграмме, что интересненького у Натальи Борисовны Правдиной. Это канал Ютуба Натальи Правдиной. Сегодня я на шот-шот видео. Я просили меня о ритуале для сдачи квартиры в аренду. Это резонная просьба, разумная просьба, поэтому я с удовольствием её выполняю. Так, сейчас тик-ток. Сейчас смотрим тик-ток Натальи Правдиной. Нужна святая вода. Нужна святая вода. И ту квартиру, которую вы хотите сдать в аренду, вам нужно окропить порог, порог не всю квартиру, а порог сдавая водой квартиры, и сказать следующие слова загорода. Они у вас будут. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, благослови. К благому и к родному благослови. К благому наставь и от нечистого оставь. Получайте благо, не мать наглого. Аминь. Тогда у вас всё будет хорошо. Вы смотрите себе порядочного клиента. Рецепт денежного кофе от Натальи Борисовны Правдиной. Что мы делаем? Мы посыпаем корицу в кофе. Когда завариваем кофе, затем... Корицу в кофе. И говорим следующее слово. Как корицу в кофе прибавляет, так и денег у меня пребывает. Как корица в кофе прибавляет, так и денег у меня пребывает. Как корица в кофе прибавляет, так и денег у меня пребывает. Вот такой рецепт денежного кофе. Пропишу для всех, кто хочет быть богатым. Рецепт денежного кофе. Вот кофе, вот корица. Что мы делаем? Мы высыпаем корицу в кофе. Какая золотая чашечка у Натальи Правдиной. Ох, шикарно. Тик-ток. Я очень люблю тик-ток смотреть. Так, значит здесь... Значит здесь... Где правильно? Где правильно? Что еще посмотрим? Карту желаний. Куда правильно? Карту желаний. Куда правильно? Карту желаний. Куда правильно? Дальше, такие короткие видео. Кхм. Если вы хотите, чтобы судьба была благосклонна к вам, также и вы, если кто stagog, а постучит она на такой щеночек. Если вы встретите бездомного Сирочка, обязательно выявите о нем заботах. Поконите его, и тогда судьба объяснать вам, может, также благосклонность и к вам. Друзья, если вы хотите, чтобы судьба была благосклонна... Такие шикарные, шикарные, такие короткие видео от Натальи Прамплиной. Хотите спокойно и приятной жить на вашего дома? Обнажите себя в любоприятными изображениями, картинами, лучше всего. Вот такой спокойный, умиротворяющий вас июзаж. Запомните, на консерве должно быть полно, только спокойствие. Никогда отмножить женщин и никогда отражающих срок, которые не должны быть. Хотите спокойно и приятной жизни? Ну что, теперь тик-ток. Это Наталья Борисовна Правдина, тик-ток, клипы, такие шот-клипы. Шикарно, совершенно шикарно. Теперь посмотрим страницу... Давайте мою страницу ВКонтакте, я еще посмотрю. В мою страницу ВКонтакте Татьяна Салмановна, через дефис, Мактун Саин, Пудин через дефис. Пишется это на русском языке. Это моя страница. Здесь видео, фотографии, я разместила несколько фотографий. Мое видео, которое я сняла сегодня. Ну, а, кстати, вот, это, кстати, вот я написала, здесь такие, эти штучки, волшебник от Угрудного Города, эта книжка, эта серия книжек, которые мне мама, помню, купила в детстве, ну, не совсем в детстве, в детстве, в общем, такие книжки, да. Здесь я отрывок, отрывок разместила на моей странице, из этой сказки, так что вот. Вот такие вот дела. Ну, что, с вами я, моя страница ВКонтакте, специалист в области позитивной психологии и личностного роста Татьяна Салмановна Мактун в Саин, Пудин. Была Алия Александрова, Татьяна Юрьевна. 20 июня 1972 года рождения, город Ленинград, ныне Санкт-Петербург, Россия.